Кто здесь? Дима, это ты? Сука, за дверью, у меня полное ощущение, что за дверью кто-то стоит сейчас, где-то пи***ц Ощущение, что за дверью кто-то стоит, клянусь, я вам пи***ц Полное ощущение Ребят, мы не одни на корабле, кто-то еще здесь есть, сто процентов Мэйдэй, Мэйдэй Мэйдэй, Мэйдэй, нужна помощь Аппаратура отказала, идем в слепую Мэйдэй, Мэйдэй Погода ухудшается, возможен шторм, идем в слепую Повторяю, идем в слепую Мэйдэй, Мэйдэй Мэйдэй, 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 Мэйдэй Капец, он огромный, охренеть просто Друзья, прямо сейчас вы увидите место нашей сегодняшней ночевки Удивительно, его как-будто сюда прям выбило. Твою же мать, какой он здоровый! И неужели мы там проведем целую ночь? Вся ржавая, но это действительно реально корабль-призрак. Со стороны выглядит именно так, по-другому не скажу. Что вы понимали, полгода назад я уже был на этом корабле. Я участвовал в проекте Насти Ивлеевой, приехал сюда с другими блогерами и познакомился с хозяйкой этого корабля. И девушка мне рассказала, не зная, чем я занимаюсь, что у них на этом корабле происходят действительно очень странные вещи. И вот мы приехали сюда, чтобы провести там ночь и на себе ощутить, что же это все-таки такое. Я, вообще-то, охранник здесь. Ну, с декабря месяца. Вы здесь работаете, вы здесь постоянно, практически? Да. Да. И вообще-то даже круглосуточно, особенно вот эти все нюансы, которые происходят на корабле, в основном я лично чувствовал, ну, не то, что чувствовал, я и видел даже. Вот, ночью. Ну, сплю, естественно. Вот, Муся тут ходила, ходила. Потом слышу, она таким дурным кошачьим голосом ори. Я думаю, что такое. Потом явно слышу, шаги тоже, так же вот, прям по коридору идет человек. Думаю, ё-па-расота, как же так? Трамп поднимали, крестинка же тут была, не заметили, человек зашел. Вроде шаги появляются сюда, я говорю, ну, сейчас я его и зацапаю тут, открываю дверь и фонарик. Вот. Шел же явно, думаю, сейчас я его застану. Никого нет. Вот, естественно, впечатление такое, что дыбом волос поднимается. Ну, думаю, а может, малое, может, я заснул, может, еще что-то, ну, явно, но еще и кошка равна. Как говорят, ну, я уже, так сказать, в возрасте человек, говорят в народе, что животные, особенно кошки, они чувствуют потустороннюю силу. Да, махина, конечно, просто невероятная. Посмотрите на лестницу, она выглядит так, как будто бы она нас не выдержит. У нее, она стоит на двух камушках. Что это такое? Я называю это уверенность. Там, смотри, приваренное основание, поэтому не так страшно. Заходите, заходите, господи. Ну, слушайте, отсюда уже можно нормально так разбиться. Потрясающе просто. В общем, какая схематика? Как вы понимаете, это грузовой корабль, который выбросил на берег, а вот это все трюма, то есть туда загружали контейнеры и прочую дичь, которую привозил этот корабль. Мы... Да, чуваки. Это самая атмосферная ночь в нашей истории, мне кажется, будет. В общем, мы будем находиться, получается, вот в этой части. То есть здесь каюты, часть для экипажа и все уходит вниз, как восьмиэтажный дом. Вот сейчас мы здесь находимся, слышим все, что здесь происходит. Мне кажется, необычные звуки, это естественно для этого места. Да. Но там, там, там совершенно другие истории. Она сейчас расскажет, я думаю, что вы будете очень внимательно прислушиваться. Судно, вообще, Рио, название у него седьмое по счету, на самом деле, его сюда выкинуло ровно три года назад. Слышала очень много странных звуков, в том числе шаги, то есть это самое, наверное, аномальное явление такое, можно сказать. Одно дело, когда ты слышишь, там, дверь захлопнулась или что-то где-то упало, то есть это естественно, судно старое ржавое, где-то что-то скатилось, это еще нормально. А когда были такие случаи, что, допустим, я сплю, ложусь спать в каюте, и явно кто-то идет по судне. То есть слышно такие шаги, кто-то идет, 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 идет. Головой я понимаю, что здесь, по сути, кроме меня и охраны никого нету. Охрана спит в соседней каюте, то есть если бы они выходили, по крайней мере, скрипнула бы дверь или хлопнула. Но шаги просто идут, 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 идут. При этом становится, ну, на самом деле очень страшно. Открываешь дверь, там никого нету. Ребята, просто посмотрите, кругом все красное. Я предлагаю вообще следующую схему. Мы сейчас корабль не осматриваем. То есть мы ждем на палубе темноты, и потом уже в полной темноте идем внутрь. Потрясающая идея, Дима. Мы в полной темноте идем внутрь, его исследуем, и только потом уже выбираем места, где мы остаемся, ночуем и так далее. Мэйдэй, Мэйдэй, нас выносят на берег, нужна помощь. Нас кто-то слышит, прием. Нужна помощь, нас выносят на берег. Терпим крушение, повторяю, терпим крушение. Настроение уже такое ночноватое. Но ночью намного стремнее. Кто смотрел фильм про корабль-призрак? Я смотрел. Это потрясающая комедия. Блин, если смотреть в камеру, и если смотреть вот так в камеру, то я бы не открывал эту дверь. Вы готовы, дети? Там, соответственно, первый этаж корабля с каютом. Ты готов? Блин, как это атмосферно! Блин, чуваки, мы реально как будто в этом фильме ужас. Эй! Жестко выглядит, очень жестко. Я просто не хочу смотреть вдаль. Знаете, какая основная проблема сейчас у нас будет? То, что мы зашли внутрь корабля, у нас нет обзора на внешку, то есть мы не видим там, соответственно, луну, море и так далее. А корабль наклонен вбок. Это дополнительные проблемы создает. С вестибулярным аппаратом, и ты немножко дезориентирован сразу. Что это было? Что это было? Что это было? Мы только зашли сюда, ребят. Это нормально, мы только зашли, ну. Пойдем туда. Не хочу. Чего, это нужно узнать, откуда этот звук. Ну типа, он же не может быть сам по себе. Ну типа. Давайте так. Это огромный ржавый кусок металла. Ты видел палубу? Как выглядит. Соответственно, мне кажется, это нормально, что он разрушается, там что-нибудь болтики отваливают. Даник, не отставай, пожалуйста. Чуваки, надо проверить. Он говорит, там коридор еще продолжает. Сори-сори-сори. Даник, Даник, Даник. Он прям манит этот коридорчик туда, знаешь? Вообще не манит. Не манит. Вы что, слышал? Мне кажется, это что-то падает на металл по звуку. Столько помещений, господи. Вот, чтобы вы понимали, что здесь есть наклон. Видите, жидкость вся сконцентрировалась туда. Знаете, какой прикол, что это судно типа для огромной команды, там, больше 50 человек, а мы сейчас здесь втроем. По-настоящему очень атмосферно выглядит, что вещи все на месте. Да. Как будто в панике, знаешь, сбежали отсюда, или что-то произошло здесь. То есть страна, что никто ничего не соборовал. Вот еще прикол. Ну, получается, вы исключаете возможность того, что это звук металла, волны бьет, потому что там звуки просто лютые. звучат из трюма. Тем более к этим звукам я уже давно привык. И звук этот металл, который я уже к нему, так сказать, привык, и хорошо его изучил. Хочу сказать о том, что перепутать я не мог никак. Вот. Тем более кошка на это тоже не реагирует. Ну, это ветер. Это ветер сто процентов. Вон, вон. Вон, вон. Диман, ты говоришь, допустим, что сюда вряд ли кто-то может зайти, но любая веревка длинная. Смотри, в любом случае, ребята, которые нам давали интервью, они так или иначе следят за проблем. Вот ты опять слышал это? Ну, это как, мне кажется, это как-то... Да не похоже на капли. Эй! Что? Что? Диман, сука! Спаси-паси-паси-паси, ребята! Чего ты не пишешься, Диман? Ну, это, на самом деле, было не так часто. Самое страшное было, это когда я вытащила матрас наверх на капитанском мостике, я ночевала. Ну, я решила, ночь, тепло, лето было очень жарко, в каютах у нас спать очень душно. То есть, чтобы вы понимали, когда на улице 30 градусов ночью, в каютах не продувает ветерочек, то есть там невозможно спать. Я вытащила матрас наверх на капитанский мостик, ко мне пришла Муська, мы с ним спим, лежим, то есть я глаза закрыла, и сквозь сон слышу шаги. Кто-то пришел, кто-то встал надо мной, я думала, это охранник пришел, посмотреть, все ли хорошо, все ли нормально. Ну, я дальше продолжаю спать, при этом Муська спит со мной. Все, слышу шаги, кто-то ушел обратно. То есть, постоял надо мной человек какой-то, и кто-то ушел обратно. Я с утра просыпаюсь, подхожу к охране и говорю, «Зачем приходили?» Они говорят, «В смысле?» Я говорю, «Ну вы зачем приходили ко мне? Что спросить хотели или что смотрели?» Они говорят, «Мы вообще не приходили, мы не просыпались». Здесь где-то, по-моему, должна быть кухня. Ебать! Что там? А, это улица, да? Бля, чувак, тут ванна. Металлическая такая, бля, она прям. Я не знаю, их можно мыть в такой фоне, конечно. Выглядит, конечно, как-то. Да. Эй, Егорик, кем он, бля? Да, Ник? Я слышу какие-то там кашель, опять это слышу. Ты что за рис? Даник, ты чего? Да. Даник, ты чего? Ты что-то услышал? Ты что-то услышал? Я ведь кашель. Серьезно? Да. Дим, иди сюда. Дим, иди сюда. Короче, он услышал кашель с той стороны. Вон там. Отсюда было? Ну, точно отсюда. Ну, вот видите, тут все равно охрана, видите, тусуют. А сколько здесь человек, ты знаешь, типа, облывы в основном? Человек пять, ноль шесть. Погоди, Диман, кроме нас есть кто? Сука! 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 Ёп, я думал, это крыса, бля, гигантская, клянусь. Я думал, это крыса гигантская, он дернулся, и эта крыса дернулась. Да не крыша это, это котейка. Привет. Милая. Так, погоди, Диман, кроме нас кто-то есть здесь? Котейка, вон. Вообще, ой, вообще не должно быть, вот кот. Запись судовой журнал 1245, говорит капитан корабля. Нас вынесло на берег. Очнулся два часа назад, ничего не помню. Голова раскалывается. Приборы сошли с ума, я не могу понять, где мы. Самое странное, нет никого из экипажа. Трап поднят, людей нет. Камера пишет. Смотрите, у нас есть несколько локаций, с которыми связаны основные истории. Это капитанская рубка, у нас есть двигательный отсек, в котором также что-то слышат постоянно. И есть каюта, и есть вот эта комната, где перемещаются предметы, якобы. Мы можем вот эту комнату вообще не трогать. Условно говоря, Егорик пойдет в кают. Я пойду там на капитанский мостик, где вот Кристина слышал, как к ней прям вплотную подходит и смотрит на нее. А ты пойдешь в интененцию. Приколдос, приколдос. Что, мы здесь-то попробуем сейчас разложить вещи. И посмотрим, сделаем фотографию. И сделаем фотографию постфакт. Посмотрим, разбросаны они ленины. Так, ну у нас ражерации будут, правильно? Да. Если что. Здесь настолько сильно разносится звук, что если даже что-то происходит в другой части корабля, это прекрасно слышно. Так что, если вдруг ты где-то будешь верещать, мы как минимум услышим. Мне кажется, я не буду верещать, я просто отключусь от страха, если будет мне очень страшно. Если, ну смотрите, если я слышу шаги, я сразу же отключусь. Ну типа, пацаны, вы понимаете уровень страха? Я просто, человек отключается. Так, ладно, давайте расставлять предметы. Давайте, может, мы здесь, вот здесь есть игральные карты. Давайте, может, мы карты разложим? Давай. Каким-то моментом. Давайте разложим карты. Ну давай так, вот смотри, у нас квадрат. Мы положим чисто вот по краям. Раз, карту. Ага. Два, карту. Я думаю, что... Вполне, если тут что-то есть, то мы сможем сдвинуть такие легкие предметы. Схема такая, мы отводим Егорика, получается, в каюту, но потом я тебя отвожу уже вниз и сам отправляюсь в руку капитана. Так, свет, рация, камера. Все. Рации всегда включены, правильно? Да, рация всегда включена. На всех пожарных. Фух, ребята, вы просто даже не представляете, насколько мне страшно. Фух, легкий манраж есть все-таки. Я вот уже сколько на заброшках с Диманом периодически бываю. Давно мне так страшно не было. Так, я так понимаю, в одной из кают. Ну давай вот эта, более такая. Вот эта твоя? Да. Ну... Все, это твоя каюта. Приятных снов, если что, мы рядом. Мы пошли с тобой в машину отсека. Привет, пацаны. Давайте. Что было? Привет, 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 пацаны. Давай, Егорик. А что вы смотрите? Чего так? В общем, стойте. А что вы слышали-то? Да, просто какие-то звуки. Тержись, брат. Ну что? Ты готов машину отсеку идти? Вообще не готов, Диман, вообще не готов. Пойдем. Ты мне свою идею составили, пожалуйста? Так. Даник, ты готов? Да. Раз, два, три. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, Диман, нет. Ты что? Давай я, наверное, капитанскому. Почему? Диман, да ты фигатор. Что это? Да, что вы понимали, о чем идет речь. А я к капитану пойду ночевать. Мы уже распределились. Пойдем. Я сам не хочу ночевать. Просто посмотрите, какой масштаб. Чтобы осознавали, здесь где-то, ну вот, высота трех-четырех этажей. И все это вглубь еще палубы уходит. Да я тут умру от страха. Пойду, пойду. Иди в стрибу отставаться. Нет, Диман, пожалуйста. Ты где встаешь туда? Ты где встаешь туда? Ты где встаешь туда? Ты где встаешь туда? Диман, Диман, кто-нибудь, извините, пожалуйста. Алло, да-да-да, слышим тебя. Только что, я не понимаю, вы спускался кто-нибудь из вас вниз сейчас возле моей каюты? Нет, мы в двигательном отсеке. Блять, это пиздец, потому что возле моей каюты. Туда, иногда, туда, пять раз, два. Кто-то, блять, кто-то бы даже пробежал. Еду в аэропорт, лечу к морю. Заселиться в отель, подготовить оборудование. Арендовать машину на ней к объекту. Час вдоль побережья, по гальке, пешком. И мы на месте. Вернуться в отель, дождаться ночи и снова на объект. Нехилое путешествие, и в его организации я благодарен. One, two, three. Через удобное мобильное приложение вы можете бронировать отели, брать в аренду авто, покупать авиа и жиды билета, а также заказывать экскурсии. То есть в одном приложении вы можете полностью организовать свою будущую поездку или, например, вылазку в какое-нибудь страшное место. Ведь One, two, three объединяет 800 авиакомпаний и 2 миллиона отелей по всему миру. Возникает вопрос, как там сэкономить? Все просто. Оформляйте карту с большим кэшбэком от One, two, three. 15% кэшбэка с отелей, 10 с ЖД билетов, 8 с авиабилетов и 1% абсолютно со всего. Что нужно, чтобы оформить карту? Телефон и 1 минута твоего времени. Все происходит через приложение One, two, three и в банк ходить не нужно. Я доверяю One, two, three на 100% и тебе советую делать то же самое. Просто переходи по ссылке в описании, а мы отправляемся в ночь. А потом, третий случай тоже, опять всю ночь, у меня всю ночь происходит. Я уже тоже заснул, через некоторое время слышу опять шаги, и уже не просто шаги, а ясно, что какое-то существо или человек, кто. Кошка опять это чувствует, она обязательно сразу начинает мяу, мяу, сильно орать. Вот, через некоторое время, вот, опять шаги, но уже по верхней палубе. Я через некоторое время, сразу нет, думаю, интересно, куда он пойдет. Через некоторое время опять беру фонарик, туда, кошка за мной. Залез туда, походил, вот, пока я ходил там, никого не видно. Чувствую внизу уже опять то же самое. Вот человек ходит, я думаю, ну, черт, как он быстро так мог, я только по этой лестнице, по лестнице, быстренько спустился вниз, опять никого нет. Ну, голос явно слышал, не то, что мне показал, ну, раз показался, а то несколько раз. Вот в чем вопрос. Блядь, это пиздец, потому что вы за мои конюнты. Туда, назад, туда, назад, раза два, кто-то, блядь, как будто бы даже пробежал. Я закрою дверь. Чуваки, пацаны уже ушли, я, я не знаю. Я нас закрыл на замок, все, я закрыл на замок. Что это, блядь? Что это, блядь? Диман, ну ты прикапываешься, что ли это пиздец? Кто здесь? Ой, сука, мне плохо стало. У меня же есть рация, я забыл. Я сейчас завис на минут, наверное, десять. Я не знаю, сколько прошло времени, но ощущение, что за дверью кто-то ходит. Постоянно причем. Дима, Дима, Даник, кто-нибудь ответьте, пожалуйста. Чувак, у нас у самих здесь звуки просто капец. Поехали, Данику, нам только хуже. Ладно, все, я его здесь оставляю, ухожу в капитанский ацик. Давайте. Давайте, пацаны, давайте. Ладно, сейчас иди, короче. Иди, вот быстрее, быстрее. Как хорошо, что у тебя здесь не осталось, ребят, здесь пиздец шутка. Что это, блядь? Что это, блядь? Так, карта на месте. Огромный плюс, что я здесь уже был. О, походка это, капитан. Короче, я не знаю, как вам передать свое состояние, но оно критически... Оно критическое просто, ну, типа... Смотрите, как жестко ебать. Ну, все, я мужик. Нужно собрать волю в кулак и продержаться здесь. И... Потому что, ребята, не менее страшно. Тут кромешная тьма, кромешная тьма. Я здесь один, здесь огромное пространство. Эй! Я не знаю, что делать, хоть забиваться в угол и плакать, потому что мне никогда в жизни не было так страшно, как сейчас. Я вам клянусь, я клянусь вам, мне так страшно. Пацаны, как у вас дела? Да, 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 у меня все тихо, я покажу вам, я раскладываю мешок. Попытаюсь прилечь. Я в порядке. Страшно, я держусь. Отлично. Добрый снов. Никто не мог подняться. Трап высоко. Трап находится на уровне 8 метров. Кто поднимется? И ты уверена, что никто из охраны над тобой не прикалывался? Ну, чтобы вы понимали, охрана одному человеку 73 года, другому человеку 54 года. Второй случай был такой, что я, ну, уже больше там спать не стала на открытом воздухе. Я ушла в каюту и открыла дверь, потому что жарко. Чтобы немножко ветерок продувал, я открыла дверь. Да, сплю, лежу и понимаю, что кто-то, кто-то вот стоит в коридоре. А как ты это поняла? Ты услышала что-то? Ну, вот как-то интуитивно. То есть я сплю и я просыпаюсь от каких-то, возможно, звуков или просто от ощущения. Ну, бывает такое, что когда кто-то приходит и на тебя сверху вот так смотрит, ощущается. Правильно? То есть я понимаю, что кто-то где-то рядом стоит, кто-то где-то смотрит, может звуки какие-то слышу. Я просыпаюсь, голову поворачиваю, в коридоре никого нету. Муся всегда спит со мной, она сидит и смотрит в этот коридор. Соответственно, я встаю, выглядываю, никого нету, я закрываю дверь, просто вот так вот закрываю. Закрываю её на ключ, ложусь и я уже не могу спать, потому что мне страшно. Мне страшно, охрана где-то внизу, я здесь нахожусь одна, я лежу и начинаю прислушиваться. И как будто, ну, какие-то шорохи, звуки, как будто кто-то куда-то уходит. Ну что, я буду совсем психом, если попробую здесь осмотреться. Так, в общем, свет поярче. Булки сжали. Вы видите, как, ну, здесь жёстко нет? Кто-нибудь это понимает сейчас? Ребят, я буду сейчас с вами разговаривать, потому что, ну, мне правда очень, очень стрёмно. Я слышу какие-то микро такие, знаете, это не шаги, но я слышу какие-то звуки. Наверное, это волны, которые бьются об корабль. Так, показываю, что из себя представляет комната капитана. Это вот такое небольшое пространство, видим его рабочий стол, небольшая спальня с гардеробом и, соответственно, и, соответственно, уборная и душ. Основной прикол в том, что дверь, мне говорит, должна быть открыта. Поэтому я сейчас что-нибудь найду, зафиксирую её в открытом виде и буду сидеть ждать. Что это? Что это? Кто там? Кто здесь? Дима, это ты? Кто там? Кто там это? понимаете вообще что происходит что на хрен происходит очень страшно суказа верю не ощущение полночения что за дверь под стать что такое ощущение что за дверь кто-то стоит я не прикалываюсь полное ощущение ребят у меня отчетливо здесь кто-то ходит что что еще раз у меня отчетливо здесь кто-то ходит сейчас кто-нибудь что-нибудь ударил или закрыть дверь я тоже это слышал ребят мы не одни на корабле кто-то еще здесь есть сто процентов для тебя давайте-то встретимся но нам нужно следовать встретимся у меня пожалуйста давайте встретимся я в руки сидеть вы можете вместе встретиться я пока подожду здесь да не брат мы встречаемся с тобой или сидим просто у меня такие звуки что я в рот я бы все-таки еще подержал надо надо побыть от ним как бы и не хотелось это делать запись с удовольствием на 13 на 3 говорит капитан корабля откуда на корабле кошка запрет на домашних животных я не понимаю кто пронес кого из экипажа так не было обнаружено на корабле кто то есть я начал замечать звуки постоянно кто-то уходит пару раз видел свет от фонаря догнать не успел кто-то хочет по кораблю и прячется от меня ничего не понимаю или мне все это кажется или все это кажется еще эта кошка она постоянно кричит при виде меня я искренне думал что это будет проходной ролик пацаны просто нагнали его страху сейчас потому что ну вот как я должен реагировать когда дима говорит что ребята мы на корабле не одни мы одни на этом гребаном корабле мы одни здесь никто не мог подняться из них для учетом очень с большие взгляды в темноту тем более жутко пожалуйста что там у тебя происходит у меня скрипы возле окна просто как будто я не знаю как объяснить вот один шаг очень мощный большой шаг и он такой знаешь скрип по полу дим чё нам делать диман прием дима сейчас не ходит проще самое неподходящее время не отвечать на рацию дима прием чувак мне кажется он не ответить надо идти возможно он просто оставил рацию где-то и пошел куда-то может я сейчас крикнул громко не не дали подозрева встретимся братом пожалуйста давайте мы обосрались что с тобой где ты был смысл почему-то не отвечал на рацию постоянно говорили я прислушиваюсь к шагам я выключил раз все давайте тогда пятиминутный мол 10-минутное молчание по рации принято все я постараюсь расслабиться может попробуй закрыть глаза если удастся уснуть будет супер господи прислушиваемся к звуку что вы понимали здесь грабовая сейчас тишина то есть не слышно ничего вообще парни что случилось ну смотрите я сижу в поюте капитана вот когда я вырубаю свет когда я вырубаю свет за пределами кают я специально дверь открыта оставил там реально что-то происходит как будто вот кто-то перебегает но это значит не прямо отчетливые шаги так и что нам делать с этой информацией что такое дима что случилось что случилось это четвертый случай так сказать тоже самое но слышу звук такой там по палубе вот тоже вроде как кто-то ходит и тяжелые такие шаги вот я думаю да ёпрст ну сколько можно выхожу и фонариком свечу стоит человек ну явно стоит человек я освещаю его силуэт есть вот где генератор только туда дальше к носовой части я на него верты чё тут делаешь и как-то сюда попал молчит вообще молчит вот я думаю что делать блин я думаю пока он там стоит от генератор подачи туда момент ну 10 туда к носовой части я раз генератор завожу а у нас там фонарь в завел раз силуэт раз и такое впечатление как он мелькнул раз но я поглядел вот именно здесь стоял явно вот ну я туда с фонарем посмотрел таких фактически следов то нету но явно стоял человек и его ощущал потом генератор завел и такой как на носовой часть туда раз и исчез ну смотрите я сижу в каюте капитана и вот когда я вырубаю свет когда я вырубаю свет за пределами кают я специально дверь открыто оставил там реально что-то происходит как будто вот кто-то перебегает и что нам делать с этой информацией треть может какой-то шнур а что-то бьется дим че случилось его кошка напугала блять пидорасная кошка где ты сучара блять чуваки вы сейчас вот сейчас без шуток вы сейчас ходить я у себя тоже слышали дима да ты ходишь скажи честно пожалуйста я в коридоре стою на кошку смотрю в своем коридоре другого у меня кто-то здесь ходит такая же хуй просто возле двери шаги чуваки пить шаги просто 5 возле меня шаги так что мы делаем давайте валить с этого корабля не подождать неинтересно сейчас я до вас дадим встречаемся у каюты его река да это я спускался давайте можно здесь вот здесь есть игральная карта давайте может мы карту разложим мы положим чистое вот по краям тасс если тут что-то есть он сможет сдвинуть я не вынесу здесь больше 10 минут останьте пока на месте я здесь закрыть дверь путь поделась блять чувак пойдем на полу ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Та им прикалутся швачьи. Та им прикалутся картрасбазом. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я уже не могу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ёпту мать, это пиздец. Пацаны, давайте понимать, на корабле кто-то еще есть. Сто процентов. Карта разбросана. Ты серьезно? В комнате разбросанная карта. Не те, которые мы положили, а другие. Я не помню, чтобы я оставлял снизу стола лежат карты еще. И на самом столе лежат карты. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не может быть такого. Этого не бывает. Когда смотришь фильмы и какие-то паранормальные явления, ужасы, смотришь по ту сторону экрана, и ты не осознаешь. Когда сталкиваешься со всем этим на самом деле, в реальной жизни, это очень страшно. Не, ну это серьезно, я вообще не шучу. Это было много раз, это не я одна замечала эти шаги. У нас ночевала, ну в гости приезжала семья, ночевала девушка с молодым человеком, ну с мужем. И она говорит, я тоже замечала, что вещи, особенно, допустим, вечером, ну что-то оставляешь, приходишь утром, просто прогуливаешься, вещи лежат на своих местах. Я это замечала несколько раз, когда мы дежурили с дядей Вовой здесь, стояли на трапе оба, ну там вот на улице стояли. Я захожу сюда, вот конкретно в это место, открыт вот этот шкаф, и все валяется на полу. Никого нет, никто сюда не заходил, никого вообще не было. Открыт шкаф, и все валяется на полу. Я просто убежала отсюда, мне было страшно, после всего вот этого. Блядь, ты знаешь, вот темнота, может же быть такое, что любой звук усиливает развязать. Конечно, конечно. Пацаны, вы не могли уже не нагревать, да? Нет, не могли, этого точно не было. Блядь, ты знаете, в чем прикол? В том, что ведь по факту, тот факт, ну момент с картами знали только мы втроем. А если кошка? Кошка разбросала вверх? Кстати, ну, единственный вариант, наверное. Нет, погоди, вот здесь карты не было. Нет, это точно так не было. Ну вот так, ну вот так она не положила. Нет, вот ребята, сейчас вы сейчас смотрите, тут два варианта. Либо над нами жёстко глумятся, либо это просто лютийше. Действительно, попали в мир, где какие-то нормальные явления были. Нет, я думаю, над нами глумятся. Ты нас подозреваешь? Я его возьму. Постанавливай. Заметно. Нет. 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 Нет, нет. Та, блядь, ну не знаю. Та, блядь, ну не знаю. Та, блядь, ну не знаю. Если сука будут, то наряют счет рассказ. Ну опять произойдет. 100% за счет. Тише, тише. Блядь, я еще раз подойдем. Пойдемте друг к капитану. Тишину поймали, вырубаем свет Я даже не знаю, что стремнее осознавать, что сейчас на корабле кто-то еще кроме нас Или то, что это какая-то мистическая херня Запись в журнал 1352, говорит капитан корабля, экстренная ситуация Я встрелил человека, он не из экипажа В 2250 вышел на вечерний обход палубы и... На другой стороне кто-то был Там стоял человек, он смотрел на меня, я чутко видел его Он смотрел на меня, он двигался Сначала потом у галлюцинации, а потом он... Он включил фонарь На моем корабле Он включил фонарь и направил на меня на моем корабле Я не знаю, кто это был Я понятия не имею, кто это был Он получил фонарь и направил на моем корабле В комнату, в комнату, в комнату. Чёртые, чёртые, навсегда зайдёт. Это мы. Нихуя не понимаю. Я совершенно ничего не понимаю. Стойте. Понимаете, сейчас такая ситуация у нас, что мы, перематывая на камере, не можем очень детально просмотреть, наверное. И, возможно, только на монтаже, когда у вас будет звук, и вы по пика поймёте, где что там происходило. Чуваки, давайте садиться, смотри. Пусть я 20 минут. Либо давайте третий раз попробуем. Это вот то, что мы третий раз попробуем. Так, ладно, смотри. Вся ситуация с картами упирается в то, что Егорик предполагает, что из того, что мы их вот так вот на край положили, они могли сдвинуться и упасть. Ну, подвесом просто. Подвесом, да. Давайте так, сейчас мы аккуратно их положим как-нибудь, отпустим. В идеале просто на середину. Ну, хотя бы так, да. Ну, окей, хорошо. Давай я их идеально, ровно положу. Давай. Вот, давайте так. Если в третий раз что-то происходит, я отсюда убегаю со скоростью флэша. Я тебя спрыгиваю. Не опускай лестницу. Так, положи просто на стену. Вот, вот. Вот так я их закладу. Под своим весом они никак не могут сместиться. Мы здесь их выставляем. Соответственно, идем в машинное отделение. К тебе. Вот так. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Запись судовой журнал 1493 Говорит капитан корабля На судно проникли трое Два человека ходят по каютам, один у двигателя Я все еще капитан корабля Я не позволю отнять мой корабль Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok